Тысячи горящих светильников – главная традиция Хануки. В это время вспоминают чудо, которое произошло еще во II веке до н.э. Иудеи подняли восстание против сирийского царя Антиоха, который пытался силой приобщить их к древнегреческому многобожию. После победы евреи пришли в оскверненный Иерусалимский храм, где нашли только один кувшин масла для лампад. Его хватило бы на день, но сосуд горел 8 дней. Количество свечей в подсвечнике всегда равно дню праздника. В первой горит лишь одна, в восьмой ханукия заполнена вся. Огоньки всегда зажигают слева направо от специальной свечи шамаша. Она пламенеет на протяжении всего торжества. Ханукию принято зажигать с появлением первой звезды на небосклоне. За полчаса обязательно нужно воздержаться от пищи. Делает это обычно глава семьи. Таким же правом обладают мальчики с 9 лет. В праздник света еврейские дети получают подарки и деньги. А женщинам во время горения свечей запрещено выполнять любую работу. Каждого семья, каждого дома, даже когда они считают, что где-то у них маловато есть доходы и так далее, не нужно расстраиваться, надо наоборот. Ключат, что вот сегодня мы должны быть все сыты. Как это делать? Вот поможет Всевышнего. Имеется в виду, человек должен идти податься на него, бросить на Всевышнего твою надежду, и он тебя накормит. Паститься в эти дни запрещено. Иудеи устраивают пышные застолья и веселятся. Вместе танцуют, поют и молятся в еврейском дворике. На столе обязательно присутствуют пончики и латкисты, то есть картофельные оладьи, а также молочные продукты и блюда из сыра. Зачастую хануку ошибочно принимают за религиозный праздник. На заблуждение во многом влияет тот факт, что по времени торжество оказывается близко к Рождеству у западных христиан. Праздник ханука – это вообще праздник света. Это, как все мы знаем, это победа света над тьмой. Этот праздник символизирует то, что каждый человек в своей жизни должен стать светом для своих близких. И так как каждый человек начнет делать это, нести больше света для своих близких, весь мир больше наполнится светом. Хануку отмечают еврейские общины по всему миру. Это праздник веселья, радости и надежд. А огонь, горящий в каждом окне, напоминает о присутствии Всевышнего, который помогает каждый миг и защищает от тьмы. Торжество в этом году продлится вплоть до 6 декабря, пока не будет зажжена последняя ханукальная свеча. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.